Мы продолжаем работать в прямом эфире и с минуты на минуту мы включимся в Центр избирком Республики Саха-Якутия, информационный центр, где проходит брифинг и буквально сейчас мы узнаем первые данные о текущем состоянии голосования по выборам президента Российской Федерации. В Нюрбинском районе это вахтовый поселок Талакан, где нефтегазоконденсатное месторождение, в Мирном Среднебатуминское нефтегазоконденсатное месторождение, в Нюрбинском районе это Накынское алмазное месторождение, вахтовый поселок Накын. Также в городе Якутске мы открыли два временных участка медицинских учреждений. Это Национальный медицинский центр, куда срочным образом приезжают наши избиратели, также Центр экстренной медицинской помощи, это Республиканская больница номер 2. Всего сегодня на работу вышли более 7 тысяч наших работников участковых избирательных комиссий и территориальных избирательных комиссий. Во всех практически большинстве избирательных участков, а точнее 570 участков у нас определены резервные помещения. В случае форс-мажоров наши избирательные участки должны переходить на резервные компании. Все практически участковые избирательные комиссии обеспечены резервным источником электропитания. Хочу сказать, что органы исполнительной власти и муниципальной власти Республики полностью обеспечили наши все территориальные избирательные комиссии необходимым помещением, оборудованием, оргтехникой, сейфами, средствами связи, транспортом. В этом году мы получили 86 стационарных рамок металлодетекторов, которые установлены в участковых избирательных комиссиях города Якутска. Они для обеспечения безопасности. 274 участковых избирательных комиссий и в том числе 35 территориальных избирательных комиссий обеспечены видеонаблюдением. Если жители Республик захотят следить за ходом выборов, они могут спокойно зайти на портал нашвыбор2018.ru и они могут следить за ходом, с помощью двух камер на каждом участке, за ходом голосования. Очень интересно, я сам лично заходил сегодня утром, и очень интересно даже знакомых видеть и вообще следить за ходом этого. Доброе утро, Валентина Алексеевна. Все избирательные участки начали свою работу. По УЛУСу у нас 2542 избирателей. Из них досрочно проголосовало 987 труднодоступных, отдаленных местностях. Это оленеводы, метеорологи, дорожники, вахтовики. На 10 часов активность избирателей составила 47,7%. Но это вместе с засрочниками. Голосование идет. Люди активно приходят на избирательные участки. Погода хорошая, солнечная. У всех праздничное настроение. Спасибо, Валентина Алексеевна. Это был у нас Аннабарский район. Да, Аннабарский район. У него сегодня по состоянию на 10 часов действительно 47,80% проголосовало. Это самый сегодня по процентным отношениям лучший показатель. А всего по состоянию на 10 часов у нас проголосовало 64,290 избирателей. Это составляет от озвученного мною количества 10,13% по состоянию на 10 часов. 10,13% проголосовало сегодня у нас избирателей по состоянию на 10 часов. Затем идет у нас Алёкминский район. У них 23,22%. Потом идет Ленский район. Там у нас проголосовало около 8 тысяч избирателей. Из 34 это составило 23,15%. Я хочу еще раз сказать, что за этим заходом выборов сегодня следят более 1400 наблюдателей от общественной палаты. Они привлекли для наблюдения заранее зарегистрированные наши общественные организации. Это профсоюзы, совет ветеранов, представители торгово-промышленной палаты, Союз женщин и ассоциации юристов, лига отцов. То есть эти наблюдатели представляют сегодня население и активно наблюдают за ходом голосования. Что касается маломобильных групп населения, мы перед выборами заключали соглашение с Министерством труда республики в целях полного обеспечения участия инвалидов и маломобильных групп населения. И, значит, сегодня 224 избирательных участка оснащены пандусами, ну, что обеспечивает доступность для этой категории. Давайте сейчас узнаем, как идет голосование у нас в Кобейском районе. У нас на связи Наталья Геннадьевна. Доброе утро. Вы нас слышите? Я слышу вас. Здравствуйте. Как у вас идет голосование? Здравствуйте. Ну, во-первых, я хочу поздравить всех с праздником, главными выборами страны. И сегодня 28 участковых избирательных комиссий Кобейского Улуса открыли свои двери для наших избирателей. Избиратели идут активно. Еще до 8 утра на некоторых избирательных участках люди уже ожидали, значит, открытия своих комиссий. Надо сказать, что комиссии провели большую работу по организации досрочного голосования. Проголосовали оленеводы, работники САХА «Транснефтегаза», коневоды, работники метеостанции, акционерное общество «Прогноз» на Уралах, вертолете, буранах. Всего проголосовало 202 избирателя, что составило 3% от общей численности. Когда мы разносили приглашения во время обхода, мы сразу выясняли, кто из наших избирателей не сможет подойти по состоянию здоровья и инвалидности для того, чтобы проголосовать сегодня на выборах. И выявлено таких 312 избирателей, которые будут голосовать вне помещения. Машины готовы, машины уже выехали в больницы. И прием заявлений для голосования на вне помещения продолжается сегодня до 14 часов. На всех избирательных комиссиях присутствуют наблюдатели и члены комиссии с правом совещательных голосов от разных кандидатов. Уже сидят 18 наблюдателей и 21 член комиссии с правом совещательного голоса. Кто хотел, избиратели, конечно же, они обратились в пункты приема заявлений для того, чтобы написать. И, начиная с 13 числа, 66 человек получили у нас специальное заявление. Избиратели активно идут. Уже проголосовало на 9.30 утра 1138 избирателей, что составило 14,4% от общего числа избирателей. Надо сказать, что в этом году Центральная избирательная комиссия обеспечила всех, все наши участковые комиссии, территориальные, всем необходимым. У нас есть законы, блокноты, плакаты, памятки по всем направлениям. Так что все комиссии вооружены. Мы ждем своих избирателей. Спасибо большое, Наталья Геннадьевна. Да, я хочу дополнить, действительно, как сказала моя коллега, во всех районах идет на праздничной обстановке голосования. Тут я хочу еще немножко сравнить с прошлыми выборами президента. В 2012 году на 10 утра у нас активность была 8% населения голосовала. А сегодня у нас 10,13, поэтому я хочу отметить, что в этом году выборы идут активно. Значит, еще хочу отметить, что на сегодняшний день все лица, содержащиеся даже в СИЗО, будут реализовать свое право голосования. Мы с УФСИНом России по республике Сахар-Икуте уже провели определенную работу, и все граждане России, которые содержатся в СИЗО, будут привлечены к голосованию. Также хочу отметить, что на освещение хода выборов аккредитации прошли более 160 журналистов. Значит, это журналисты телеканала «Россия-1», НБК Саха-61 человек, ГТРК Саха-28, Ясье, также журналисты районных газет и сетевых изданий. Даже к нам приезжали двое иностранных журналистов из «Файнэшнл Таймс» британских газет, и они уже начинают публикации. Вчера мы видели, как они разместили в своем журнале фотографии досрочного голосования, где наши оленеводы, процесс голосования о оленеводских стадах. Ну, приятно, конечно. И хочу, уважаемые жители республики, уважаемые журналисты, объявить, что мы такие пресс-подходы будем делать практически через каждые 2-2,5 часа. То есть мы еще 12-15, 15-15, 15 минут седьмого, то есть 18-15, 20-30 мы уже примерно, скажем, в ходе голосования. А итоги пойдут в 10 часов вечера, в 12 часов ночи, и в 3 часа мы, думаю, справимся с итогами, и в 3 часа мы ночи уже объявим предварительные итоги. Также хочу отметить, что 19-го, то есть завтра, если все нормально будет, мы в 19 часов дня, здесь же проведем итоговую пресс-конференцию. Итак, мы продолжаем наш прямой эфир. Первые данные по явке на 10 часов утра только что были озвучены в информационном центре Центре избиркома Республики Саха-Якутия. И явка у нас в целом по республике составляет 11,44%. Ну а что касается крупных промышленных городов, то данные следующие. В Ленском районе проголосовало 23,15% избирателей, в Мирненском районе 11,4%, в Нерингринском 10,2% и в Алданском районе 14,8%. Но между тем, участники традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках Берегине, которая может стать рекордной, проголосовали прямо на маршруте заезда на Камчатке. Как рассказали нашему телеканалу в правительстве региона, чтобы добраться к каюрам, представителям избиркома потребовалось чуть больше 4 часов. От ближайшего населенного пункта поселка Ключи они сначала ехали на вездеходе, а потом пересели на снегоходы. В общей сложности в голосовании берингийцев приняли участие 45 человек. Как в целом проходит голосование на Камчатке, спросим у старшего научного сотрудника факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета Марии Пушкиной. Она сейчас находится в Петропавловске-Камчатском. Мария, добрый день. Как проходят выборы на полуострове? Приветствую. Выборы на полуострове проходят достаточно энергично. Хотела бы сказать, что у нас на 12 часов в Петропавловске-Камчатском самом городе явка составила 25%, а по краю в целом явка составила 31%. Это достаточно высокая явка. Даже по сравнению с 2012 годом, когда к выборам президента подготовились очень активно. Стоит отметить, что у нас в северных районах Камчатского края, к сожалению, очень большая пурга, ветра. Люди, но несмотря на это, люди достаточно активно на участках, на некоторых участках даже есть небольшие очереди. В самом Петропавловском, Камчатском, на те участки, которые мы объезжали, царит некая праздничная атмосфера. Дело в том, что здесь запущена акция. Камчаткой голосуем первыми. И в соответствии с этой акцией, куда были включились огромное количество... На некоторых участках организовано так называемые Камчатские угощения, где избиратели могут продегустировать продукцию местных производителей. А она действительно заслуживает того, чтобы прийти, как минимум прийти на избирательный участок. В общем, настроение праздничное. Мария, то есть ни погода никак не мешает ни мероприятиям, ни, собственно, к самому ходу голосования. Все хорошо на Камчатке. Непогода, сильный ветер, конечно же, мешает. Но при этом люди действительно хотят прийти на избирательный участок и проголосовать. Более того, значит, хотелось бы обратить внимание, что попадается такая фейковая информация. Например, на одном из участков было показано, что вкидывают бюллетени в Каибы. А оказалось, что это были тренировочные накануне, тренировочные члены избирательной комиссии тренировались. Значит, что мешает проведению? Это вот такие целенаправленные информационные вбросы. Как это оценивать, к сожалению, непонятно. Спасибо, Мария, большое. Я напомню, что на прямой связи из Камчатки была научный сотрудник факультета политологии Санкт-Петербургского госуниверситета Мария Пушкина. Ну и мы вновь возвращаемся в информационный центр Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия, которая располагается в Республиканском медиа-центре, где в эти минуты начинается брифинг председателя Общественной палаты Республики Саха-Якутия Алексея Сергучева. ...вышли и проголосовали за будущее нашей страны. Вы сказали, что уже поступают звонки, да? Да, три звонка поступили, я имею в виду по нарушениям, но тем не менее сегодня Общественная палата этим займется. Я имею в виду, бригада, штаб этим вопросом работает. Мы дадим определенный ответ, ну 12-15, допустим, дали. Пока они не сказали, что нарушения есть. А в 12-15 будет информация по ним, да? Да, информация уже будет, я думаю. Хорошо. Уважаемые журналисты, если у вас есть вопросы, вы можете их задать, подойти к микрофону. Хорошо. Алексей Егорович, спасибо вам за участие, за ваши ответы. Я напоминаю нашим зрителям, что следующая пресс-конференция у нас состоится в 12-15. Оставайтесь с нами и спасибо за внимание.